Ам алейкум, мы проповедуем по согласию Слова Божия, чтобы люди не грешили. Вы, наверное, верите так, да? А вы не можете просчитать, что тут написано? Вообще Бог един. Тут что написано? Бог един и всему... Дело в том, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Он взял наши грехи на Себя, и мы в это верим. И живем для Господа, который сказал, будьте святы, как я свят. Вы знаете то, что вообще Бог, как бы сказать, внутри себя? Как что? Внутри себя Бог. Ну да. Ну да. А то у нас так и написано, приду Господь, говорит, вселюсь и буду опитать в них, Дух Святой. Да, Бог всегда внутри себя. Да. То есть не надо ничего считать, ничего делать. Сарствие Божие не пищи питье. Но праведность, мир и радость во Святом Духе. Да, да, да. Никогда ничего не надо читать, короче. А Бог всегда у нас внутри. Да. Но кроме того, что внутри, Бог и существует, откуда пришел. Небо, говорит, небо Господа, а землю дал сынам человеческим. Нет, нет, нет. Вы знаете то, что вообще Он ниоткуда не пришел? Знаете, это пророк Исаия, 750 лет до Христа, еще до Дома Игоря. И там 57 глава, 15 стих написано. Где Господь обитает? Слушайте, три места. На высоте небес, на свете небес, во святилище и с сокрушенными сердцем. Вы не слышите? Вы не слышите. Три места, где Господь обитает. Не ограничивайте Его. Иисус Ахбар. Смотри внимательно. Во. Вот так. Гляди внимательно. Только никуда не отворачивайся. Смотри внимательно. Смотри внимательно. А я знаю. Ну-ка, прочитай, что написано. Вам не видно, наверное, да? Поближе? Поближе. У вас в книге тоже написано, что нельзя блудить, воровать и проще. Вот так. И вот мы сегодня призываем людей в этой рулетке. У нас Бог в кадре. Да. Ну так. Уверим один Богу. Бог один. Один. Другого нету. Который мир сотворил. Бог один. Один. Нету Бога нету. Который мир сотворил. Да. Нету Бога, кроме Бога. Да. Все. Ладно. Мы проповедуем Христа Спасителя, который пришел на землю. Иса у вас написано. Но он не только пророк, он второе лицо Троицы. И он умер и воскрес. Вот сегодня воскресенье. Ладно. Воскресенье. То есть воскрес. Христа Спасителя, который пришел на землю. И Иса у вас написано. Но все пока. Но он не только пророк, он второе лицо Троицы. И он умер и воскрес. Вот сегодня воскресенье. А как это так повторяется? Как? Интересно. С Богом. Если больше хотите узнать. Ну я знаю там. Я не люблю. Иисус значит он не мусульман. Потому что он не все второе. Да я знаю, знаю. Да я знаю, знаю. С Богом. Я отвечаю я, а не Бог. Ну атеист означает, что против Бога или просто не верит? Нет, это не против Бога. Это просто у меня нет веры в Бога. Нет в Бога. Так и написано. Заметьте, 3000 лет назад псалмопевец Давид от Апсалтирии. Вот посреди Библии такая книга. А тут 77. И он говорит, 13-й псалом, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. И причина. А они развратились. Совершили гнусные дела. Нет делающего добра. Нет ни одного. Вот весь ответ. В Бога не верить. А как мне помолиться, чтобы Бог в меня верил? Было счастье. Короче, ну, понял. Хорошо, я вам скажу. Скажу. Вы встаньте прямо, чтобы вас видно было. Вот так. Внимательно возьмите, запишите, что я вам скажу. Ответ полный. Ага. Сейчас. Ну, записываю. Давай. Значит, наш канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это я из города Барнаула. Мне 81-й год. Ага. Игнатий Лапкин. Если вы зайдете по скайпу, это, я говорю, не рулетка, а YouTube канал наш. Большой канал. Очень. 17 тысяч наших роликов. А вот если вы по скайпу зайдете, скайп, Игнатий Лапкин, я один на весь интернет с этой фамилией и именем, я вам скину все материалы наши. У нас есть сайт, тоже во свете Библии, через Google заходить. А вы сейчас снимаете, я попаду куда-нибудь? Да, у нас все снимается. Круто. Да, у нас открыто. А что, вы не ругаетесь, не раздетесь. Я, короче, подписан, да не усмотрен в УК, добавляйте. Вы ни одного слова плохого не сказали. Нам чего страшиться-то? Ну, мы вообще хорошие пацаны. Мы спортсмены. Игнатий Лапкин. Я же называю вам, где нахожусь. Материалы. Как канал называется? Даром говорю. Я на ваши вопросы отвечаю. И вы, если на сайт зайдете, на сайт, это не YouTube, через Google. Там вы найдете, у меня вышло 38 книг из печати. И там вы найдете еще на сайте все ответы к истинному православию. Называется книга. Хорошо. Вопросы сейчас есть еще? Как канал называется? Нету. Как? Вопросы еще есть какие? А то расстаемся. Нет, YouTube канал как называется? YouTube канал называется «Во свете Библии». Все, понял. Спасибо за с вами. Так, Игнатий Лапкин обязательно. А мы пришли сюда, в этот чат-рулетку, в этот Содом и Гаморру, чтобы людям возвестить Божью весть. Что Иисус умер за грехи и воскрес для нашего оправдания. Чтобы покаялись и верили в Евангелие. Вот этот Содом и Гаморру правильно сказали. Вот этот чат-рулетка точно это место. Так. Если у вас есть духовные вопросы, только без руганий, ни одного плохого слова, можете задать. Нет, дед, спасибо вам большое. Я ведущий человек. Я сам ругаю тем людям, которые... Понятно. ...всякие... Ну, будет желание, если побеседовать больше, зайдите в скайп. Игнатий Лапкин. Да. Скайп. А можно вопрос? Я и говорю, пожалуйста. Что за помещение у вас такое? Церковное помещение? Где? Ну, а сзади, я вижу, папки. Ну, это мой сын духовный. Мы трудимся для Бога, православные проповедники. Он готовится сейчас в храм пойти, вместе идем. Он говорит, что это за помещение? Помещение? Да. Это помещение, может быть, одно на всю Россию. Такое. Дело в том, что в прошлые годы советской власти не нравилось, что мы проповедуем. И меня посадили. Посадили. Потому что, по милости Божией, я насчитал почти 50 книг. Библию, Жития святых и Архипелаг ГУЛАГ. И брал интервью репрессированных. И меня за решетку. А когда я освободился в 87-м году, а у меня же конфисковали все. Самая крупная в мире фанатека считалась. И по государственным расценкам они дожили мне 11 миллиардов. Теми деньгами. И 11 лет шел суд, и я выиграл. У них нечем рассчитываться. И судебный исполнитель сделали так. КГБ в стороне, а ответственная городская администрация. Потому что как-то через нее. А у них денег нет. И она говорит, пока с Лапкиным не рассчитаетесь, все бюджетные средства заблокировала. И тогда со мной стали говорить. А я говорю, нам нужно где-то молиться. Мы православные, но охота своя, чтобы община была. Там продажа за деньги, все. А брат у меня священник. Брат мой. Ну и вот выделили два дома. В центре. Одноэтажная. Деревянная. В центре города Барнаула. И тут 13 соток. А я начальник детского лагеря. Мы сразу склады построили. Все. Я здесь нахожусь. И чтобы больше людей принимать. Ну я знаю как. Этажами. Говорят, затаренное пространство. И так выглядит. Приехал мэр города. Это не простой мэр. Он входил в десятку лучших мэров России. Баварин Владимир Николаевич. В центральной газеты приехала тут. Корреспонденты. Все засняли. И в статье, в статье была Лапкин предпочел храм недвижимости. Ну прошла неделя. Мэр приехал, посмотрел. А мы уже алтарь. Все сделали. Как много вы сделали. Это Бог сделал так. Что из ЭКУ, каторжнику приезжает мэр города. Бывший партор моторного завода. И все это отдает. И мы по рукам. И даже поцеловались. Вот вы хотите больше узнать? Игнатий Лапкинс. По скайпу меня найдете. Мы с вами побеседуем. А мы сейчас к храму готовимся. Дай Бог вам здоровья. И вам также. Чтобы вы вот такие хорошие слова, хорошие весть людям неслили. Да. Вас как звать-то? Добрую весть. Мне Карапет зовут. Да помилует вас Господь и поможет. И благословит. Чтобы мы все достигли Царства Небесного. Спасибо. А вы знаете поэта такого? Григорь Нарикаси. Конечно, знаете. О, а я его насчитывал тогда. Это все мне в обвинение было. Ой, ой, ой. О, я его полностью издал, это насчитал. Да, Нарикаси у нас святые. У нас Ютуб, во свете Библии называется. Ютуб. У нас 17 тысяч роликов наших. Мы строим православную деревню с нуля. Единственная в России такая деревня, где нельзя пить, курить, материться, воровать. И везде надписи. На территории деревни курить запрещено. На территории. А я начальник детского лагеря был. 45 лет. И приезжает милиция, прокуратура там. Все это нас трепет. А она там в штанах. Я говорю, на территорию нельзя заходить. Нужно одеть юбку. И мы ее вытащили. Она тут же все надевает. И все в интернете стоит. Как ваш канал называется? Канал называется Во свете Библии. Во свете. Вы запишите. Запомните мои фамилии и имя. Вы меня найдете. Игнатий Лапкин по скайпу. Я там все материалы скину. Вам будет очень интересно. Зайдете на этот. Недавно ко мне приезжает он Ливон Арутюнов. Это армянин. И он здесь, как мы беседуем, как ходим, тоже увидите. И Бог положил мне на сердце. У меня вышло 38 томов книг. Подарить библиотеки. И мы из Барнаула доехали до Лидовостока. Район на центре. И до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика, Турция. И север прошли. 650 библиотек. 650. И были в Ереване. Там нас приняли как родных. Сестры. Красивые армянки такие. Окружили нас. Радостные. А оттуда проехать в Азербайджан нельзя. Надо только через Грузию. И допрашивают, когда в Азербайджан заезжали. А вас там вы были сколько? Да мы были один час там. А потом у Севана там рыбу купили. Ночевали там около. Искупались в озере. А вас КГБ армянское вызывало. Да чего ради оно может вызывать? Главное из Армении туда. А когда в Армению заехали, ничего не спрашивают. Родные, братья, христиане. Конечно. Дай Бог вам здоровья. И вам так же. Чтобы вы ваши дни довели до конца. Да. Мне 81 год. Да. И Господь позволил 5 тюрем пройти. 5 тюрем. Что у меня руки там крученные. В морозилке держали. Я живой. Еще таблетки одну не съел. У меня две голубятни. Я туда-сюда лажу. Голубятни. Голубей очень люблю. Вот. Игнатий Лапкин. Да. Запомните. Скайп. По скайпу. Я вам скину все. С Богом. Спасибо. С Богом. Богом. С Богом.